И всем привет! Это первое включение за сегодняшний день. Сегодня у нас 27 апреля, времени сейчас 10 часов 15 минут. Расскажу сейчас кратенько о том, где я нахожусь, о планах на сегодняшний день и о планах на ближайшие велопрогулки мои в этом году. До этого я еще ни разу не записывал видео. Максимум, что делал, это фоточки груженого велосипеда в Инстаграм. Вот. Так, значит, проснулся я сегодня в 7.30, выглянул в окно и вижу, что там все дороги мокрые. Ну, луж нету, но они просто мокрые. И решил не сильно торопиться с выездом и выехал только в 10 часов. За это время асфальт немного подсох, так что сейчас уже более-менее комфортно. Кстати, сейчас 27 апреля, и несмотря на это я еду в Шапке. Вот такая вот у нас погода в Челябинске. Вообще класс. Эх, так, дальше. О планах на сегодняшний день. Начну с них. Я от своего дома доехал до парка Терешкова. Это примерно 500 метров, но очень близко от моего дома. И вначале, начну точнее с того, что покажу этот парк. Потому что раньше он был очень заросшим, но неделю назад мы ходили в него с сестрой гулять, и я так удивился, увидев, как он изменился. Вот. Поэтому начну я с обзорной экскурсии по этому парку. И в будущем, думаю, все велозабеги, велопрогулки начинать именно с этого парка, потому что это очень удобно. Тут много места, есть столики, лавочки. В общем, что я хотел сказать в предыдущем видео. Остановился я вот в такой вот беседочке. Тут очень удобно, потому что сюда можно загнать велик под крышу. Тут есть лавочка и стол. И там еще три таких, да, три таких беседочки есть. Вот. Так что тут очень удобно сидеть. Но раз я включил заднюю камеру, то я не буду сидеть на одном месте, а немного прогуляюсь вокруг. Но это не та обзорная экскурсия, о которой я говорил. Ту я буду записывать, когда смажу цепь велосипеда маслом и позавтракаю. Вот. Побывал я в этом парке неделю назад с сестрой, и увидел, как тут все изменилось. И решил, ну, хотел, точнее, вначале тогда вместе с сестрой записать обзорное видео у этого парка. Но тогда стало холодно, пошел дождь, и мы с сестрой убежали домой. И я поэтому решил начать уже следующую велоэкскурсию с этого парка. Вот. Тут, кстати, есть такие же столики, точнее, беседки. Но они, мне кажется, менее комфортными. Хотя я к ним ни разу в жизни близко не подходил, потому что они недавно построены. Ну, во-первых, сюда попадает вода, и тут все мокрое. Потом тут какое-то кровяное пятно. Потом сюда не загнать велик. Ну, короче, много минусов. Вот. Поэтому та беседка для меня наиболее комфортна. Так что, мне кажется, это будет хорошая идея. Каждый велозабег начинает с нее. Так. Рассказал о том, что хочу смазать цепи позавтракать, так как я и все этого не сделал за те два с половиной часа, что сидел сегодня дома. И потом сниму обзорную экскурсию по парку Терешковой. Уже дома вставлю фотографии, как этот парк выглядел раньше. Если кратко, то могу сейчас вам сказать, что тут везде абсолютно был лес. И не было вот этого, вот этого, вот этого, вон того, и вон тех детских площадок. Этого всего не было. Ну, это все буквально в течение получаса вам расскажу. Так, а сейчас расскажу о том, куда мы поедем сегодня. Списался с одним вело... Как это сказать-то? Списался с одним парнем, которым катается на велосипеде по Челябинску, чтобы покататься вместе. Но у него там какие-то проблемы, он пока занят. И подсказал мне одно прикольное приложение Geocaching. Так что этому приложению и будет посвящено сегодняшнее видео. Теперь о Geocaching. Geocaching – это приложение, в котором тебе предлагают окунуться в эпоху Средневековья, когда пираты... Ну и не только пираты, просто все прятали клады. И ты такой идешь, за тобой твои вассалы, там, холопы... Ну, точнее, не идешь, едешь на лошади и едешь за кладом. И так, вам предлагается окунуться в эпоху Средневековья и тоже поискать клад. Так что мы сегодня будем искать клад. Я распечатал себе четыре паспорта объекта. Один из них находится на Российской, и один находится на... Ой, точнее, три остальных находятся в парке Гагарина. Это достаточно большой парк, совмещенный с городским бором, лесом в Челябинске. Вот. И мы вначале... Сейчас мы из парка Терешковой, этот парк так называется, поедем по Ленино до Российской. Потому что мне всегда было интересно проехать по Российской. Потому что это такая улица, по которой транспорт не ходит, и я знаю хорошо весь Челябинск, а на Российской как-то бывало очень редко. Так что мы поедем по Ленино, это наша главная улица в Челябинске, вот она. Она очень длинная, уходит туда километров на пять и туда на десять. Наверное, протяженностью километров пятнадцать. Вот. Доедем мы по этой улице до улицы Российской, потом проедем от улицы Ленина... точнее, по-российской, от пересечения с Ленина до пересечения с Победой. Когда мы совершим этот маршрут, там невдалеке... Невдалеке. Есть вообще такое слово? Ну ладно, пусть такое слово у нас будет. И там будет у нас Ленинградский мост. И на этом Ленинградском мосту у нас будет первый клад. Начнем мы с него. После этого мы поедем по... Ну, не знаю, по какой улице... до парка Гагарина. И там уже найдем три оставшиеся клада. Какие у нас планы сейчас? Сейчас я ем булочку и пью компот. Потом смазываю цепь велосипеда. Потом обзорная экскурсия по парку Терешковой. И едем на наш первый клад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова